Борис, здравствуйте, рад видеть, рад приветствовать. Добрый день, дорогие, рад быть на вашем канале и слава Украине. Героям слава. Спасибо огромное, что вы с нами и спасибо, что всегда для нас время находите. Тем более, вот конкретно с вами, Борис, было бы очень интересно обсудить все то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, потому что, ну, насыщенные, весьма насыщенные последние дни в особенности. И вот с чего я предлагаю начать. Это, вот, тоже интересна ваша оценка, значит, о чем пресса пишет. Президент Владимир Зеленский дает интервью изданию Bloomberg. И он призывает Трампа озвучить свой план быстрого завершения войны в Украине. Я сейчас его процитирую. Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать, говорит украинский президент. Почему у него возникла эта реакция? Дело в том, что издание «Политико» вчера буквально выходит со статьей, в которой сказано, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах прекратит расширение НАТО на восток, в том числе на Украину и Грузию. И якобы, якобы, я цитирую журналистов, он ведет некие переговоры с Путиным о том, какие там территории ему отдать, какие оставить и так далее. Вот как бы вы все это прокомментировали? Что все это значит? Ну, признаться, я был тоже шокирован тем, что во время дебатов Трамп сказал, что он закончит войну в Украине еще до инаугурации. То есть, победи он 5 ноября, он еще до 20 января 2025 года решит этот вопрос. Но у меня возникает вопрос к Трампу. Подожди, подожди. Как ты можешь решить этот вопрос? Путин – это тот, который уйдет только, почувствовав силу или угрозу его жизни. Только. Другого нет. Но до 20 января будущего года у Трампа таких полномочий не будет еще, чтобы он угрожал силой. Он еще не президент. Он станет президентом только 20 января 2025 года. Вы понимаете? Поэтому его пустая трипология, если она будет иметь место до 20 января, она не сработает. Вы понимаете как? Другое дело. Он входит в белый том, еще не сняв обувь, не поменяв там на комнатные туфли, он начнет уже, не дойдя до письменного стола, давать команду. Соберите войска. Я хочу Путину показать Кустину мать. Если он не уберется за 24 часа из Украины, то из-за границы 91-го года. Вот так должно быть. Другого не должно быть. Почему я об этом говорю, ребята? Трамп бы не был бы таким популярным сегодня. И закона, который был принят 20 апреля в пользу Украины в 61 миллиард, не было бы, если бы Трамп не принял предложение о том, что было изложено 8 января этого года тремя майками, который был изложен в так называемом плане победы Украины. Вот с этим планом три майка, три лидера, председателя трех ведущих комитетов Конгресса, Майк Роджерс, комитет по вооружениям, Майк Маккол, комитет по иностранным делам, и Майк Тоджер, комитет по разведке, это они разработали план победы Украины. С обеспечением Украины всеми видами в современных видах вооружения наступательного характера. Только это должно привести к победе Украины. Это было положено в основу того закона, который теперь уже называется новая стратегия оказания помощи Украине, которая основана на оказании помощи Украине до полной ее победы. А не та стратегия, которая была до 20 января, апреля, прошу прощения, которая носила название оказание помощи Украине словами того же Байдена, насколько, насколько мы можем. Поэтому Трамп ведь одобрил это, когда херновиком к нему спикер Майк Джонсон, большой друг Украины, приехал в Маралагу, согласовывает и говорит, вот это мы примем, ты должен это одобрить. Он одобрил. Он ведь одобрил. Тогда спрашивается, дорогой мой, какое ты имеешь право говорить о том, что ты заставишь Зеленского пойти на компромисс, и Путина на компромисс. Другими словами, если Трамп имеет в виду мир в обмен на территории, то его никто не поддержит. Поверьте на слово, ребята, мы не поддержим. Никогда. А мы это костяк его избирательной базы. Те же три Майка. Тот же спикер. Вы представляете его или нет? Ну как такое возможно? Такое невозможно. Исключено. Поэтому Зеленский тысячу раз прав. Правильно он говорит, мы должны быть готовы к тому, что ты предложишь. Да. Или ты должен знать заранее, не трать время на это. Окей? Не роняй имя Великой Америки, которое уже растоптано вот этими вот дурацкими нашими предвыборными баталиями, этим овощем, который называет себя президентом, позорно. Вы понимаете как? Вот это самое страшное. Поэтому я хочу сказать, я завершая ответ на ваш вопрос, скажу, что Зеленский прав, и Байден сегодня, когда борется за свое да или нет в своем офисе, мы сейчас к этому вернемся, а Трамп обязан, просто обязан уже снять маску и сказать правду. Хотя, я вам прямо скажу, ребята, при всем том, что он выиграл на дебатах, он все равно еще не превалирует над Байденом настолько, чтобы мы могли быть спокойны, чтобы мы могли быть уверенными, что он запросто победит Байдена. Нет такого еще. По сей день этого нет. Он до сих пор по последним опросам превалирует опять-таки от 3 до 5 процентов. Ничего существенного не произошло после дебатов. Почему? Да у нас в истории всегда, знаете, дебаты не влияли на результаты выборов. Это шоу проходит 3-4 дня, все забывают. Но сегодня я согласен, исключительное событие у нас, непредвиденное. ужасное. Никаким законодательством не предусмотрено на эти вот принятия решений в зависимости от физического состояния президента до тех пор, пока он сам не откажется от своего кандидатства на Белый дом. Вы представляете, что происходит сегодня? Поэтому вот буквально за 2 минуты до нашего с вами эфира на СНН, на Фактс Ньюс идут бурные обсуждения. Что может произойти с Байденом? Он собрал вот в эти минуты с ним рядом сидят 23 губернатора-демократа. 27 у нас республиканцев, 23 демократа. Он их собрал раз, собрал еще элиту. Я уверен, там пахан демократов сидит. Самый главный это Обама. Это его мысли, это его идеи, это все, что Байден делал, говорил, это он. Это его работа по умиротворению Зеленского с тем, чтобы угодить именно Путину, с тем, чтобы избежать, как они говорят, избежать конфронтации, не напрягать отношения между двумя ядерными державами, как Америка и Россия, к примеру. Это именно обамовская стратегия к стыду нашему. Поэтому буквально с минуты на минуту мы можем что-то узнать новое, сногсшибательное. Уже параллельно дает интервью Харрис, которая по закону, если этот сейчас откажется от своей должности президентской прямо сейчас, то Харрис должна будет уже взять бразды в свои руки. Но она уже ответила, она нет, она говорит, нет, я за Байдена, он должен остаться. Конечно, не дай бог, если Харрис будет, это еще хуже, чем Байден, намного хуже. Об этом говорит даже популярность ее, ее популярность еще ниже, если 32% Байден, то она где-то около меньше 30. Это катастрофа, это катастрофа. Но мне, как республиканцу, было бы намного выгоднее, если Байден остался до выборов, нам легче его победить, чем любого другого, кто придет на место Байдена. А кто может быть вместо него? Ну, первым идет, конечно, губернатор Калифорнии, Гевен Ниссамс. Молодой парень, очень, ну, сравнительно молодой, ему там чуть больше 50, очень активный, family oriented, так говорят американцы, фокусированные на семью, вот, и он не прогрессист, вот это очень, он такой середняк, но он не блещет, как губернатор. Почему? По числу бездомных он бьет все рекорды, по числу безработных то же самое. Более того, преступность высокая, да еще самое страшное то, что он инициировал репарации афроамериканцам, жителям Калифорнии, только за то, видите ли, что мы, вот белые граждане Америки, повинны в том, что у нас было рабство, и мы сегодня должны искупать вину. Какая тупость, какая глупость, я, какое, какое я имею отношение к рабству, друзья мои, вы понимаете, или там кто-то еще, это когда было, господи боже мой, разве этим ты должен искупать свою вину? Вы посмотрите, и как вы думаете, но ни много, ни мало, по 30 тысяч долларов на каждого чернокожего, по 30 тысяч. Вы что думаете, это изменит что-нибудь? Абсолютно нет. Вы знаете, известно немало случаев, когда чернокожие, афроамериканцы выигрывали лотерею, огромные деньги. И как, и не проходило трех-пяти лет, как они умирали, или от наркотиков, или от вовлечения в какие-то преступные деяния, вы понимаете, как, другими словами, это тупость, но 30 тысяч, это не решит их проблему. Ты наоборот, придумай, как помочь им, знаете, избегать ранних родов. Сегодня 14-15 лет, афроамериканка уже беременная, она не знает еще от кого. Понимаете, как, очень много одиноких матерей, очень много бездомных средних. Почему? Да потому, что действенной помощи в ранней стадии на подростковом возрасте этого нет. А между прочим, у нас афроамериканцев всего лишь ни много, ни мало меньше 13% от общего числа населения. Меньше 13%. А вы представляете, Америку или американскую музыку без афроамериканцев? Я не представляю. Самые-самые талантливые музыканты в джазе это афроамериканцы. Самые талантливые в спорте баскетбол, американский футбол и да и в легкой атлетике это же афроамериканцы. Таланты им цены нет. Вот где надо бы сосредоточить внимание, вот где надо было тратить деньги на то, чтобы дети с детства были вовлечены в те области, где у них генетически есть талант. Этого нет. Я просто возвращаюсь опять-таки к тем, кто возвращается в списках претендентов на должность будущего президента от демократов. Вот он один из них. Но он самый-самый, по-моему, потому о нем больше всех сейчас говорят. но он сам молчит. Почему он хочет, чтобы к нему обратились не кто-нибудь, а доноры, чтобы именно они сказали, вот мы вот с этими миллиардом или пару миллиардов долларов мы к тебе обращаемся, мы тебя поддержим. Вот тогда он пойдет. По сей день он говорил о том, что он за Байдена. По сей день. Но мне, опять я возвращаюсь к нашему личному обывателю, к республиканцу. Мне лично хотелось, чтобы Байден остался. Нам легче его победить. Любой другой, кто придет на место Байдена, он будет иметь преимущество над Трампом. Первое преимущество это возраст. Вот Трамп тоже не молодой, между прочим. Окей? Рано или поздно это тоже может сказываться. Не сегодня, так завтра, если он даже победит. Это первое. Второе, тот же Гевен Ньюсов не имеет криминалов, никаких ему зацепиться невозможно из его бакграунда. Он чист. Понимаете? Это второй плюс. Это очень важный плюс. И третий, я не исключаю, что к нему могут подключиться независимые тоже. Это я вам говорил и повторю еще раз. В нашей стране 42 миллиона зарегистрированных демократов. 36 миллионов зарегистрированных республиканцев. 34 миллиона независимых при 330 миллионам населения. Так вот, еще в нашей истории не было такового, чтобы президент выиграл Белый дом, ограничившись голосами только своей родной партии. Другими словами, он победит при одном условии. Если голоса из конкурирующих партий тоже его поддержат, а таковыми являются независимые. В этом отношении очень интересную роль может сыграть Кеннеди, младший Кеннеди. Вот это очень интересно. Демократы очень боятся его, ведь он же демократ, он идет как независимый сегодня, и он может оттянуть голоса, значительное количество голосов от того же Байдена, к примеру, или даже того же Ницома. Вполне это возможно произойти. И теперь демократы, боясь этого, стали в желтой прессе писать, что у него были сексуальные посягательства на свою няньку. Это было еще в 98-м году, которая была привлечена в его семью по уходу за его детьми. И вот вдруг это вот появилась нянечка вдруг уже немолодого возраста и говорит, о, в 98-м году я была у них дома, он домогался меня. Уже это тиражируется, что им запачкать имя вот этого Кеннеди младшего. Короче, вот такие баталии у нас идут. И вот смотрите, сам Нью-Йорк Таймс вот сегодня опубликовал, что значит Байден заявил, что он взвешивает возможность своего ухода в ближайшие в ближайшем. Представляете, и из окружения Байдена уже заявили неправда, не верьте Нью-Йорк Таймс. Мы такого, еще Байден еще такого никому не говорил. И тем не менее, сам факт того, что он сейчас встречается с элитой демократической партии, вот в эти минуты, и в том числе, как я сказал, вот 23 губернатора демократа, с ним рядом сидят, вокруг него, обсуждают, как быть дальше, говорит о многом. Это говорит о том, что они думают, как быть, как быть, что произойдет, если Байден уйдет с одной стороны, с другой стороны, кто, если Байден уйдет, может претендовать на Белый дом и быть достойным, или, как у нас в Америке говорят, electable, electable candidate, то есть, тот, кто имеет больше шансов или шансов быть избранным. Вот кто из такого, из списка там, и губернатор, Мичигана там есть, там губернаторы других штатов там есть, но Ньюсом номер один там, скорее всего. И, конечно, будет идти разговор о том, выбор между Харрис и Ньюсом, например. Понимаете, как? Ну, говорить о Харрис, это вообще позор. Если вы почитаете книгу бывшего мэра Сан-Франциско, Браун был такой афроамериканец, какие вещи он писал о ней, причем Камар носа не подточит, она еще не подала на него в суд, это он сказал, что она пробивала себе дорогу через постель везде и даже стала прокурором, главным прокурором штата, и многие другие успехи благодаря этому, что она как политик ноль круглый, и вот представьте себе, вы знаете, что самое страшное в нашей стране? Вы не поверите. Капитализм, он основан на том самом принципе, который коммунисты себе приписывали в Советском Союзе, принцип от каждого способностей каждому по труду, вот такой был наш принцип, это когда нам навязывали, промывали мозги коммунисты в Советском Союзе, но этот принцип здесь основан, в основе нашей системы политической и экономической, но последнее время этот принцип настолько стал деформирован демократами, что сегодня они нам навязывают этот принцип как от каждого по способностям, каждому по цвету кожи, каждому по гендерной принадлежности, по сексуальной ориентации, вот это пагубно, поэтому Байден, когда был номинирован или собирался стать еще президентом, он выбрал Харрис в свои напарники не потому, что она блестящий политик, эксперт во многих областях или хотя бы в той юриспруденции, которую она представляла, к примеру, абсолютно нет, только ориентируясь на ее цвет кожи, вы понимаете, как, в этом вся проблема, поэтому мы, вот посмотрите, с чем мы сейчас столкнулись, у нас кризис политической системы, самое страшное, это говорит о чем? О том, что вы знаете, в чем прелесть нашей Конституции? Самой лучшей Конституции в мире, ее прелесть в том, что основатели нашей Конституции, заложив в основу Конституции права человека, право ношения оружия на то время, вторая поправка, к примеру, и многие другие права, обеспечивающие свободу, гражданину Америки, они были рассчитаны еще и на то, что со временем, со временем законодатели должны будут принимать поправки в зависимости от вызовов, с которыми сталкивается наше общество. Вы знаете, вот до Рейгана все было в порядке. Рейган еще, знаете, вот так вот как-то координировал работу своего президентского аппарата с Конгрессом, после Рейгана, к сожалению, все пустили на самотек. И тот же Буш-балбес, и тот же Клинтон, к сожалению, я не говорю уже про Обаму. Поэтому сегодня настолько запущена наша политическая система, что мы, столкнувшись вот с таким явлением, как сегодня, когда физически Байден не в состоянии уже адекватно реагировать на события как внутри страны, так и за рубежом, мы не знаем, как выпутаться из этого замкнутого круга. Почему? Потому что законодательная база не готова к этому, а надо было бы. Надо было бы заранее предусматривать это. И поэтому я не могу не коснуться того же Трампа, который под осушением болота, бытность своего пребывания в Белом доме, он имел в виду термлимит, то есть ограничение сроков службы на всех уровнях, и конгрессменов с сенаторами, и даже членов Верховного Суда. Вы понимаете, как? И, конечно же, мы не можем не столкнуться с понятием возраст того же президента. Вы представляете, как сегодня что произошло? Даже не говоря о возрасте, о физическом состоянии человека, и мы не можем его попросить уйти, пока он сам этого не захочет. Вы представляете, А он, возможно, и не захочет. А как же нам быть? Вот вчера очень интересная информация прошла из окружения самого Байнера. Он, видите ли, работает, знаете, адекватно с 10 утра до 4 часов дня. Остальное время он аут. Дорогой мой, президент Америки самая важная, самая ответственная работа в мире. Почему? Потому что от его деятельности зависит не только положение в стране, но и во всем мире. 24 часа в сутки без перерывов в этом сложность этой работы. Но если президент не может, знаете, до 10 утра и после 4 часов дня вырубается, с этого мира уже отключается, то какой же ты президент? Это же катастрофа. Не дай бог, что произойдет в мире. Вы же знаете, до такой степени у нас доведено вот это вот тупиковое состояние в нашей политической системе. Поэтому, еще раз возвращаясь к началу нашего разговора, буквально в эти дни не дремлют республиканцы тоже. и было изумительное выступление позавчера Ники Хелли, которая обратилась к своим однопартийцам, говорит, ребята, вы знаете о том, что любой, кто придет вместо Байдена, он будет катализатором. Мы должны быть готовы к его приятию, к борьбе с ним. Он будет иметь преимущество по отношению с Байденом. Она права на тысячу раз. Любой, кто придет на место Байдена, он будет иметь преимущество не только над Байденом, но и добавит головной боли самому Трампу. Потому что надо будет что-то предпринимать против него, какие-то аргументы, какие-то факты приводить с тем, чтобы ты мог бы его преодолеть достижениями своими конкретными. И я в целом, несмотря на то, что все трубят в одну дудку, что Трамп победил Байдена, но я вам прямо скажу, Трамп победил у Байдена как у физически больного человека. Он не выиграл у Байдена как у человека, который умеет оперировать аргументами, фактами. У Трампа был огромный список фактов, которые он мог привести, он их не привел. Из 100% времени, отведенного Трампу, 60% времени он повторял одно и то же. Это было ужасно слышать. Вместо того, чтобы говорить конкретно, примерно, что бы он сделал в экономике, что бы он сделал в образовании, что бы он сделал в нелегальной эмиграции, он ни слова не сказал о росте антисемитизма в Америке. Ни слова. Он ни слова не сказал о том, что он не против организации объемных наций или не против, например, НАТО, он против их реформы. Они не отвечают сегодняшним требованиям. Он обязан был сказать, что НАТО и мы единый организм. Но сегодня Украина защищает НАТО, а не наоборот. Поэтому грош цена такому НАТО. Я за НАТО, но за сильное НАТО. НАТО, которое будет стоять на ногах, причем самодостаточная организация, чтобы она вносила по 2% минимум каждый из 32 стран, членов НАТО, вносил бы минимум 2% бюджет. И чтобы не полагался на нас, как на няньку, как это было до сих пор. Вот события с Украиной в центре Европы война, НАТО, Европа не может себя защитить абсолютно. И не случайно вот эта угроза стоит перед европейскими странами, что сегодня Украина, завтра будет Польша, Прибалтика и остальные страны, далее со всеми остановками. Не случайно. Почему? Потому что Путин прекрасно знает, что европейцы не готовы защищать себя. И тысячу раз спасибо великому украинскому народу, который грудью закрыл цивилизованный мир, сказав нет, мы жертвуем своим потрясающим поколением ради вас тоже. Сегодня мы, а завтра вы. Вы понимаете как? Вот поэтому сегодня, когда Трамп еще не принял решение по поводу вице-президента, мы еще большим рвением давим только Ники Хелли, только она, никто другой, другого не будет. Именно она лучший друг Украины и Израиля на сегодня. Она отвечает всем нашим требованиям. Дорогой Борис, я хочу поблагодарить вас, во-первых, за сегодняшний эфир, во-вторых, за то, что расставили все точки РТИ, то есть мы поняли, да, больше открылись глаза у нас на текущее положение дел в Соединенных Штатах Америки, и спасибо вам еще раз за то, что всегда находит для нас время. Берегите себя и всего самого доброго. Спасибо вам большое и слава Украине. Мы победим, у нас обратной дороги нет. Несмотря на все перипетии внутриамериканские, к сожалению, это демократия. Как великий Черчилль говорил, демократия далеко не лучшая система, но ничего лучшего человечество еще не придумало. Поэтому хотим мы того или нет. Более того, это все уроки для Украины. Той самой будущей Украины, которая будет еще идти по стопам западных стран, цивилизованных стран и проходить через все это. Это потрясающие уроки для Украины. И я уверен, Украина с этим справится. Мы вместе. субтитры и субтитры